всем привет с вами я сегодня у нас есть под обработкой составы перми милитинский курорт 353 109 перим новую рингой а нет москва новую рингой но от нас 110 пойдет но также есть перим кисловодск гужевские прицепные вагоны но их мы уже проверили там заявочного ремонта нет ничего нет все хорошо и сейчас я отправляюсь на транзитный поезд правильно владивосток москва я нахожусь уже в составе 109 который от нас пойдет 110 москва новой рингой в первом поезде снимать не стал там стоянка была сокращена поезд опаздывал вот и там в общем получается проблема была в том что в вода не поступала в унитазы там я фильтры быстренько почистил вода пошла в умывальнике вода ведет но при этом у них получается насос накачивает давление и обратно потихонечку скидывает то есть нужно будет замена обратного клапана мы уже просто по времени бы не успели его поменять но все данные я передал мастеру он естественно передаст дальше нашим коллегам в принципе все то есть блок не пришлось менять датчик давления тоже то есть все работа функционирует единственное что вот обратный клапан надо было поменять тут вот буквально только что соседнего пути уехал первый поезд а 109 пользе у нас один ремонт заявочным написано что в вакуум установки левый клапан то ли некорректно срабатывает то ли что потому что записали что нужно его сменить заменить но я там сейчас посмотрел он закрыт не пропускает но утечка при этом все равно остается сейчас ребят подождите вот видите уже 59 а накачано было 42 потихоньку где-то утечка идет сейчас алексей с андреем пошли посмотреть откачные магистрали может где-то по резинкам где-то может быть идет утечка а я щас посмотрю здесь седьмом купе и еще с той стороны послушаю магистраль здесь в салоне эти он завелся где-то идет утечка все укатили нас со станции не успели мы посмотреть вернее алексей с андреем не успели посмотреть откачные на баке ладно чё на парк приедем сейчас глянем ну и клапан еще посмотрим заодно он кстати как раз сейчас вакуум насос завелся да точно как раз завелся сейчас посмотрим как ведет себя клапан вот клапан просушки при накачанном давлении он у нас открывается немножко спускает воздуха по давлению на сколько скинул алексей нормально работает все хорошо но это уже то что там по откачным видать траве нет работает хорошо нормально просто некоторые бывают клапана вот эти они просушку включают и обратно долго не закрывается и при этом весь вакуум у нас выходит слезает все едем обратно уже в депо и на обед короче получается у нас клапан просушки работает исправно а вот вакуум где-то у нас травит утечка по магистрали посмотрели все хорошо нигде ничего не травит 7 купе разобрал посмотрел тоже хорошо тишина а вот где-то в районе бака шипит с какой-то откачной ну видите как покатили со станции то не стали уже там вагонов лазить техника безопасности прежде всего что-то как-то мы медленно едем не не торопимся да и ладно вот опять завелся может выключить его пока алексей не пусть сейчас остановимся еще послушаем в этом когда приедем да доедем остановимся по баку послушаем у нас какой-то пассажирский поезд обгоняет а эмиритинский курорт приехал ну 354 адлер перим прибыл поезд мы сейчас как раз пообеду мы будем уже заниматься им вплотную у кого чё на обед а у алексея суп с вермишелью у меня пельмешки в бульоне как бы с бульончиком с водичкой пельмешек так захотелось что-то ну и колбаса домашняя ветчина вкусная куриная вообще что-то еще там было а я принес сливки и цикорий домашний печеночный паштет а там еще сало копченое осталось все у нас просто обед вообще божественной бутылки нет а все 1 мая не сегодня не продают не торгуют ничего нет праздную праздник без алкоголя вот заезжаем же не на вторую не на четвертую алексей мы на мойку едем на мойку господа готовимся на выход станция вырезай хочешь не хочешь вылезай ничего не работает заряда нет на зарядку еще не поставили маневров работы еще не закончены а мы уже пообедали хотим работать а вот видите шиш вам сказали пока еще не поставили на зарядку но я думаю сейчас будут ставить уже потому что уж на этом пути точно уже составу вагон не будут двигать а вот на том пути на соседнем еще будут ребят двигать там будут с той стороны дальше подставлять состав перим и меритинский курорт но мы его по привычке называем берема так вот в нем тоже были замены то есть два вагона цеплялась два вагона прицеплялась сейчас все сделают все маневровые работы поставят его там вот этот вагон то без зарядки остается он у нас прицепляется к 109 поезда сейчас поставят на зарядку дождемся поставить на зарядку проверим все сразу чтобы у нас получается 365 состав мы готов 109 готов ты плотно занимаемся 353 ожидаем пока ожидаем ваши документы проверка билетов вы докуда следуйте ребята зайцами ездят тогда тихо никому не говорите я с вами ну что лет наконец-то закончились маневровой работы мы можем спокойно проверять не работать составом берем американский курорт что это тут 40 1 и 9 работает восстанавливается а сейчас не посмотрел здесь вижу немножко не до конца закручена ну все отлично так все отлично все хорошо уже мы ребята в соседнем вагоне следующем соседнем следующем тоже все хорошо я посмотрю развоздушиваем ребят насос здесь один находится служебки наверху стоянку молотит но пока работает слышно так у нас давайте посмотрим утечки нет ну вот слышно сейчас натяг пошел качает воду но мне кажется еще надо разозлышусь еще надо разозлышусь мне кажется алексей алексей еще надо еще раз воздушевать да не отключается так я только начал закручивать а ну давай давай посмотрю сейчас если что я отмашку отмашку дам нет все отключился очень хорошо все нормально отмашка отмашку дал да что ты ключи зацепились в кармане там за перчатки нас ребята вот в составе перми меридинский курорт что он так болтается в том вагоне вот такая вот лампочка искал сломан разбита это вот пока единственно что мы нашли пока шли по составу поэтому придется сходить в офис за ней с собой не было ну а там кольцо начал накрепиться рядышком и маленькая отверточка провода нам скинуть поставить на место нормально слава богу все хорошо так хочу с кольцо кручу то надо же сначала провода снять ты левой рукой неудобно сломали лампочку может ударили чем-то бывает такое папа потерял винтик эти сломали сейчас вот такую вот красоту поставим новенькую туда же винтики то есть новые и даже новые винтики поставим и будет у нас все хорошо это мне кажется она точно смотрите она чуть-чуть диаметр ну ладно так на серединку выставим подтянем кольцо так чтобы было чтобы было все красиво ребят красота красота нормально все хорошо ребята ушли на расконсервацию три вагона пока я бегал за лампочка леча сейчас им позвоню и к ним подойдут не оставляем тут закрываем все тут так там состоит тут уже мужики вот значит были здесь сломали крышку давайте посмотрим здесь и вагон после длительного отстоя сегодня у него раз консервация но наверное скорее всего отопление заправят воды по отоплению водоснабжения пока еще не будут заправлять вот раз и здесь и знаю что они вот у других вагонах вставляются так выемки вот в этих там борт такой высокий этот матрас вставляется а здесь то они что делают эти матрасы очень интересно в каждом купе они есть или их использовали вместо обычных матрасов которые в чехле такие серые ну в серых чехлах у ё-моё и тут крышку сломали поставили уже туда знаешь мужики здесь были крышку сломали опять скорее всего ногами вставали и сломали а иначе никак значит вставали на нее обычно мы ты когда нам надо вот здесь наверху что-то там посмотреть поделать поремонтировать мы крышку поднимаем и стоим на края унитаза здесь вот видите не хорошо это не хорошо так тут что-то у нас здесь уже крышку поставил кто-то я чё совсем поздно прибежал что ли где у нас кто здесь уже этих матрасов нет так слышу разговоры где-то я загоняю их видел там но все-то рун в обе крышки на полюбом я видел видимо ногами вставали сломали сразу совет соседнего цеха тут на мужика наезжает чё это столик сломанный что ли отдельно лежит но здесь крышка целая так так чё у нас тут так вижу шланг снят из водяного клапана ой алексей это ты сейчас кран закрывал нет если так консервацию делали и вот этот кран не открыли для слива воды с более то возможно он лопнул возможно плохо дело дай ключик пожалуйста разводной маленький там наверно не пр как лапан снят водяной здесь тоже так правильно потому что снимали с водяного клапана поэтому и здесь тоже вам снят кто-то звонит время 16.48 идет во всю ПДК комиссия уже есть одно замечание после осенизации у нас сигнализаторы уровня жидкости на 80 95 процентов не потухли вадим возьмем с собой на всякий случай новые ну а потом попробуем реанимировать ставлю почистить ну а вообще мы сейчас чай попьем посидим подождем когда пройдет полностью ПДК и когда уже все там мастер посмотрит у нас и еще какие-то если будут замечания сразу нам напишет в мессенджеры чтобы мы сразу потом шли и уже все исправляли все замечания то чтобы по одному замечанию каждый раз не бегать правильно дождаться когда они полностью пройдут все что все замечания какие есть сразу пойти и сделать все пошли дитя пить да да чисто головки евреев только аккуратней чисто пластмасску сверху там стержень идет металлический комиссия подходит к концу ребята пока замечания не было кроме этого вот сейчас устраним почистим проверим все там на этом хотя а там индикация есть на них да лег даже тогда и на пульте не надо будет смотреть просто на вот посмотреть здесь индикация поток нет и все все классно все здорово а еще здорово что дождя нет и немножко вон просвет нет вот там просвет есть вон там сейчас бы зашиворот вам налили до водички вон ребят немножко есть просветы это хорошо как-то в дождь не очень работает так трансформатор так гудит да да ребят они там на соседнем пути дизельный генератор работает вот так и сумит а я думал так трансформатор гудит чё все лег и 80 тоже понял почистим проверим пойдем в контору в офис в цех как его еще назвать комната отдыха с уточного наряда и будем дослеживать свою смену ну вот и все уважаемые подписчики смена закончилась замечание на птк комиссии было всего одно вот эти вот сигнализаторы уровня жидкости у нас после осенизации к сожалению не потухли ну да и ладно мы пришли почистили устранили замечание все здорово все классно все составы готовы сегодня у нас было три состава 5 вагонов у нас это как прицепные вагоны идут в городе киров до кисловодска но они от нас до кирова едут потом или до ижевска я уж не помню в общем 365 состав у нас называется перим кисловодск я знаю что или в киро или в ижевске они цепляются какому-то составу и дальше следует до кисловодска вот но также был сегодня состав 353 перед эмеретинский курорт ты 110 от нас пойдет москва новую рингой эти вагоны также прицепиться хвост поезду который идет с москвы и поеду дальше до нового уренгоя ролик нас подходит концу давайте прежде чем мы его закончим я хочу поблагодарить наших подписчиков за ваши подписки за ваши комментарии за ваши лайки за ваши поправочки советы вопросы за вот эту всю активность на канале уважаемые подписчики огромное вам большое спасибо ну а также большое вам ребята спасибо за вашу финансовую поддержку за ваши переводы за ваши донаты все эти денежки на новый компьютер то что касается лазерной коррекции зрения я уже энную сумму там отложил и пускай она будет как бы сказать не сгораемая сумма вот я ее не трогаю все это лежит напомню что мою операцию отложили до августа месяца я сейчас капаю глаза пил пилюльки в общем не там два месяца на будет этот курс проходить и снова в августе месяце на прием на обследование там уже точно скажут если у меня какая-то там . прогрессирует дальше то возможная операция будет под запретом а если нет все хорошо то я сделаю операцию вот а с учетом того что у меня с компьютером начались какие-то тут непонятки я решил копить на новый компьютер пока он у меня в одночасье не умер и мы остались тут все без контента вот лучше как говорят до береженого бог бережет подстраховаться заранее или как говорил мой командир части когда я служил лучше сутки не спать но потом год жить спокойно но а ролик наш подходит концу я же с вами прощаюсь с вами был я улыбайтесь вам это идет я желаю вам здоровья и не только вам и вашим родным и близким всем пока пока до новых свежих видеороликов ну а мне пора я пошел на выходные извините что подведение итогов делаю на работе потому что я сейчас еду не домой то во первых во вторых кот мой теперь на огороде будет до конца сентября начало октября поэтому и вот теперь и не показать смысл дома ехать если там нет кота как то так давайте пока всем реквизиты для вашей поддержки я как всегда оставлю в описании всем счастья всем добра